Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Как обычно, мы говорим о проблемах столицы, сквозь призму которых ясно можно увидеть системный кризис, который набирает обороты практически во всех сферах нашей жизни. И сегодня своим взглядом на причины сегодняшней катастрофической ситуации в главном городе Молдовы с нами поделится экономист Виссарион Чешуев. Здравствуйте! Здравствуйте! В нашей студии мы не раз говорили о том, что столичная мэрия – это такая, знаете, организация, которая, к сожалению, служит не во благо интересов кишиневцев, а исключительно во благо интересов узкого круга людей, которые аффилированы к либеральной партии. И что самое печальное, мы это наблюдаем уже лет 10, если не больше. И только недавно молдавская аффимида стала проявлять такой пристальный интерес к тому, что происходит в столичной мэрии, такой интерес к этому, как я уже говорю, криминальному сообществу сегодня. И как случилось то, что когда-то, вот нечто, события подобного рода, когда-то возмущали кишиневцев, а сегодня стало, знаете, такой шкалой координат в системе выживания каждого из нас. Вот как, на ваш взгляд, что привело нас к этому? Кстати, есть такой эффект, врачи, физиологи хорошо это знают. Вот если лягушку бесконечно током раздражать, то через какой-то определенный момент времени сокращение мышц прекращается. То есть она перестает реагировать? Она перестает реагировать. На раздражатель. Вот такой страшный, очень опасный наступает эффект привыкания к плохому. И возникает только одно желание выжить и надежда. А на чем надежда зыждется? На ностальгии, на воспоминаниях. Вот я просто буквально до того, как... Ведь этот человек, который пришел во главу премарии, да, он же не пришел, чтобы укреплялась государственность, чтобы столица Молдовы была действительно европейской столицей. Он же совершенно откровенно ратует за уничтожение молдавского государства, считая Кишинев провинциальным провинцией Бухареста. И с такой вот жизненной установкой разве можно иных результатов ожидать? Это было ясно. И, конечно же, огромная вина и ответственность вот этих вот правящих, правящей элиты, что они видели, понимали это, мирились с этим и, более того, поддерживали. То есть, мне кажется, отчасти разделяли то, что вы сказали. Разделяли, да. Думали, ну ладно, пусть там зарабатывают. А ведь разрушается все, разрушается основа демократии, то, на чем демократия стоит. Чувство долга избранника народа, ответственность, совестливость. Потому что без этого, ну вот сидит, да, я вот сидел, генеральный директор Госдепартамента приватизации. Меня назначил избранный парламентом, парламент, избранный народом. У меня исключительные полномочия на кончике пера в защите государственных имущественных интересов и приватизации. От моей подписи зависело и, значит, обвинительный приговор, и речь защитника, и приговор суда. И, значит, обвинение прокурора всегда. Все было, потому что были, не было ни законов, не было ничего. От моего понимания, от моего толкования, абсолютно десятка, сотен ситуаций, возникавших все время, зависело, как будет решен вопрос. И, слава Богу, до сих пор ни одного нарекания за тот период нет, потому что я все время знал и думал, а что же скажут люди, а как я посмотрю в глаза своим коллегам, которых призываю. Говорю, вы помните, когда подписываете, что за вами ваша семья, ваши дети, ваше доброе имя. И мне кажется, что когда такого понимания, такой ответственности к той огромному бремени государственной службы, которая возлагается на избранника народа или на того, кого выдвигает избранник народа, если оно отсутствует, если присутствует тот фактор, о котором я сказал, что откровенно враждебной молдавской государственности, стране народов, в которой ты живешь, которая тебя, в общем-то, и родила. И вдруг какие-то вот такие вот шизофренические, по-другому их не назвать, сдвиги, что молдаван нет и молдавского языка нет. Полный бред, хотя история и факты все говорят об обратном. Поэтому вот такое случается. Я хотел бы еще просто сказать, что вот надежда на то, что может улучшиться, она связана с тем, что было в истории Кишинева и иное. Вот был такой вице-примар Анатолий Цуркан. И была такой объект реконструкции улицы Измаил. Этот человек, я его знаю с 1974-1976 года. Предельно ответственный человек. И вот он также работал на всех постах, где работал. И смотрите, сколько лет прошло с тех пор, как этот человек, вице-примар, приходил в 7 утра на улицу Измаильскую и уходил в 8 вечера. В течение полугода или там, по-моему, месяца в 7 больше она реконструировалась или 9 месяцев реконструировалась. И до сих пор ни одного ремонта там нет. И что делает этот? Реконструировал улицу Алба-Юлия один раз. Через месяц пошли, асфальт поплыл. Второй раз. Опять сейчас плывет асфальт, опять трещины, опять надо ремонтировать. То же самое будет и со всеми остальными объектами. Поэтому, видите, как важно не ошибиться в выборе того, кому верим, за кого голосуем, кому отдаем наше право решать государственные вопросы, задачи. И то, что мы живем сейчас в сегодняшнем Кишиневе, это такая расплата теперь за выбор. Это расплата, да. Конечно же, и наша вина, что тогда вот этот Ярдан был выдвинут, и совершенно провальная кандидатура, недостойная. И вот выполз в сравнении с ним вот этот вот киндер-сюрприз, как его называют. И посмотрите, какие страшные последствия. Оголены целые участки, арестованы. Там просто секретарь премарии, как это понимать, имеет четырехэтажный особняк за 2-3 года. Зачем ему? Вот понимаете, что за нравственность? Он хотя бы один раз в год попадает в каждую комнату. Я вот этих людей не понимаю. И вот они все друг друга находят, и вот так вот дружно просто издеваются над страной, над городом, плюют на все, что возможно. Не приходят на работу, не приходят на заседания, игнорируют свои служебные обязанности. И нету права оказывается на них. И кто-то их еще защищает, вы понимаете? Сегодня в круг близких людей, о которых мы сейчас говорим, входят и такие люди, как прокуроры, антикоррупционные прокуратуры. То есть сегодня они общаются, ну вот я в данном случае говорю о вице-примарах, это господин Котец и господин Грозаву. Я говорю о Гомрецком, которого тоже сегодня... Это фантастика. Я прочитал в интернете, за 45 дней работы он поднял 75 тысяч лей зарплаты. Это с ума сойти. Что он с этими деньгами делает? Что думают об этом те кишиневцы, которые сводят концы с концами в своей жизни и не могут обратить коммунальные расходы? И автомобилисты, которые ездят по сегодняшним дорогам. Это вообще... Или, например, это парковки. Как это так? Один или один процент они в кассу приближают? Даже если 10 процентов, разве это достойно для европейской столицы? 100 процентов должно идти в кассу муниципалитета. Это муниципальная собственность. Наймите туда нормального человека, чтобы он управлял. Поставьте ему зарплату. Но весь доход должен идти в муниципалитет. Это собственность муниципалитета. Муниципальная собственность. Это собственность горожан. И мы должны эти деньги видеть, что ими улучшаются наши межквартальные проезды. Что убираются вовремя дворы все. Что вывозится мусор. Что решаются серьезные проблемы канализации, водопровода. Все, что необходимо. Это просто, знаете, как-то... Ну вот возвращаемся к тому, с чего начали. Чувство долга, совестливость, порядочность начисто чувствует. Для них это популизм, к сожалению. Но может быть просто и мы, горожане, и все люди должны понимать и очень внимательно думать, за кого голосовать будем, кого возьмем. И просвечивать его насквозь. Ведь не зря, смотрите, в европейских странах, там только намек на то, что жена работала, не работала. Вместе с... Какой-то конфликт интересный. Какой-то, молю, самый незначительный. Или президент Германии пообедал с каким-то бизнесменом и не уплатил за обед. И тут же подал в отставку. Вот, видимо, вот такой вот уровень нам надо быстрее достигать. Иначе будет то, о чем мечтают такие господа, как Плохотнюк, Яралов, Дьяков с этим диантологическим кодексом. Это не диантологический кодекс. Это клятва умерта на личную преданность. Потому что диантологический кодекс для партии – это куром на смех. Это полнейшее невежество. В партии не может быть диантологического кодекса. Диантологический кодекс может быть в органах государственной власти, в полиции, в суде. Там, где действительно, вот как я вам говорил, на кончике пера у тебя судьба сотен тысяч, миллиардов лей и там и людей. И ты должен помнить, брать во счет не только букву, но и дух закона, а еще и совесть, а еще и порядочность, а еще и верность данному слову. И этот диантологический кодекс, что они придумали, у вас устав же есть. Сделайте партийную комиссию. В партии есть устав. Там надо все заложить. Туда надо все. И человек должен по убеждениям приходить. То есть, получается, не работает то, что изначально служат, так сказать, скрепы для партийной жизни. И поэтому придумывается еще какая-то надстроечная система. Скрепы эти правила, они не понимают смысла этих скрепов, они не понимают смысла программы партии, они не понимают смысла программы устава. Они сидят вот в растерянности, почему не работают. Платим огромные зарплаты, а везде провалы. Инвестиции провалы, зарплаты провалы. Пенсии не можем поднять. Долги растут. Кредитование экономики снижается. Понимаете, что такое снижение кредитов? Вы уже несколько месяцев подряд. Это означает, что мы идем абсолютно ко дну. Если люди не берут кредит, значит, они не развиваются. И надо внимательно изучать им, почему не развиваемся, почему не берут кредиты. Надо внимательно разбираться в этом. Или потому, что не верят уже в эту страну, или боятся связаться с этим банком, или боятся, что если будут развивать производство, это производство отнимут у них рейдерским наглым захватом. Или изменятся правила игры. Да, или правила игры изменятся. Налоговая полиция. Как происходит сейчас на юге. Там один кирпичный завод искусственно банкротят с помощью судебной системы. Это вообще невиданное. Это полное безобразие. Я думаю, что это просто нервозность, растерянность. А главное – невежество. Пусть откроют учебник партийного строительства. А там принципы изложены абсолютно идентичные для всех партий. Демократических, националистических, социалистических. Партия строится по совершенно определенным принципам. Устав, программа. Что в уставе должно быть? Согласны с демократическим централизмом? Вставляете. Не согласны? Сделайте там каждый сам по себе. Есть устав анархической партии. Да, конечно, пожалуйста. Но в уставе это должно быть. Сам факт, что они объявили как величайшим достижением, что вот они хотят повысить свой авторитет в обществе, и они начинают чистку внутри партии. Да, Господи, с себя начинайте чистку. С себя начинайте. Посмотрите, кому вы поручаете важнейшие участки. Кто у вас смотрящий на экономики, на других правоохранительных органах. Кто управляет страной? Президент, парламент, правительство или смотрящие? Да, сегодня это, конечно, вопрос, который ждет своего ответа. Конечно, почему мы должны удивляться проблемам при Марии? Они говорят, слушай, они миллиард воруют, а мы что, не можем заработать себе пару сотен миллионов? И попробуем что-нибудь сказать вопреки. Тем более, что рычагов воздействия на них нет. Алгоритм этот у них, да, каждый свою делянку имеет, и каждый на своей делянке творит, что хочет. У нас полный развал в дорожном хозяйстве, полный развал на железной дороге, разваливается система здравоохранения. Вот поставили бизнес-леди, да, которая даже клятвы гиппокарта не знает, а руководит медициной. Это что за подход? И они говорят о чистке в партии. Вы почистите себе мозги, пойдите в библиотеку и почитайте, как строится вообще, что такое наука государственного управления, и что такое подбор, расстановка, воспитание кадров. Посмотрите, это же все выстраданные десятилетиями, столетиями принципы и закономерности. Если их не знаешь, начинаешь изобретать велосипед, вроде Деонтологического кодекса. Но сегодня велосипед, смотрите, изобретался достаточно активно, более 10 лет и в самой мэрии. Ведь, смотрите, когда возникали какие-то либо тейные вопросы, как, например, допустим, формирование муниципального бюджета, принятие муниципального бюджета, всегда это происходило с каким-то очень долгим промежутком временем, скрипом, большими обсуждениями. В итоге, например, вот смотрите, мы наблюдаем сегодня, что примар действует в рамках муниципального бюджета, который был принят еще в начале прошлого года. Бюджет на 2017 год еще ждет своего принятия. Соответственно, там какая-то цифра сэкономилась. Сегодня он думает, как бы ее распилить. Ну, это я, так сказать, пересказываю то, что было сказано в этой студии муниципальными советниками. И в этом изобретении велосипеда, мне кажется, мы, ну, знаете, вот мэрия не просто изобрела машину по относительно честному отъему денег, мне кажется, такой изобретен монстр, который сегодня вот из кабинетов столичной мэрии практически пожирает Кишинев. Ну, и такой себе позволю литературную фразу. Так и есть. Возник 12-этажный дом, при этом, что он окружен уже автомобильным затором, и где будут парковаться и ездить будущие владельцы этих квартир, непонятно. Это безрассудно. И вот причина... Нет никакого, понимаете, нет образования. Образование, ведь знания, они что? Чему человек учит, прежде всего, осторожности. Понимание того, что я знаю то, что не знаю ничего. Когда я знаю какой-то определенный участок знаний каких-то, что-то я про них действительно понял, и это уже вошло в меня, и я уже этим руководствуюсь. Но я, мне это изучение этого дало понимание, что чего я еще не знаю. И потребность все время общаться, потребность учиться, со специалистами консультироваться. Это же просто их наказение объедешь. Они же... Они все знают. Да, они все знают. Как украсть. Они все умеют. Все к ноге, всех построить. Вот вам зарплата, 10, 12, там 15 тысяч евро. К ноге стоять, всех построить, всех наряд. Да, конечно, сейчас. Все построились, все выслушали наряд. Повернулись и делают, что хотят. А этот опять, боже, что же случилось? А, давай диантологический кодекс. А, давай закручивать гайки. Так дойдут и до диктатуры. Но никто им этого не позволит. И окончат так же, как и все диктаторы, несостоявшиеся. Буквально в нескольких словах. Вот мы затронули тему ситуации, которая возникла с столичными платными парковками. Вот втянуто в эту историю достаточно много людей. И, смотрите, и сотрудники мэрии, и бизнесмены, и иностранцы, так называемые, или, может, реальные инвесторы. Здесь очень-очень мутная история. Вот на ваш взгляд, что это? Это просто, знаете, как бесконтрольность и вседозволенность. Слушай, плохо лежит, а что бы не свистнуть? Что бы не стырить? Вот такая. Такая психология. Такая психология. Плохотнику, Дофени, это Канду, Дофени, это Дадона третирует, где могут и как могут. И считает это великим достижением демократического процесса. Филипп не вмешивается, не знает, что делать с долгами, у кого еще выцеганит 10-20 миллионов. И, конечно же, когда идет вот этот вот абсолютный хаос, когда нет центральной нормальной власти, некому спросить, некому наконец стукнуть кулаком по столу и некому сказать, чемодан, вокзал, Бубуечи или колоница. Потому что не справляешься. Можно без вокзала, просто чемодан. Полный хаос. В этой обстановке я считаю, что выхода нету, кроме как вот муниципальный совет, фракция социалистов и все, кто в сотрудничестве с фракцией действует. Вот не останавливаться, не опускать крыльев, даже если вот не хватает полномочий, даже если дерзко, нагло и подло, все равно действуют они, как им заблагорассудится. Вот не останавливаться, единственный у нас сейчас вот инструмент, рычаг, это мнение народа, это информированность людей. Потому что то, что происходит, происходит нечто совершенно недопустимое. Обрушиваются морально-нравственные основы государственного устройства. Демократия стоит на, еще раз повторюсь, на чувстве долга, на совестливости, на порядочности, на ответственности, на профессионализме. Вот на чем стоит демократия. И таких людей надо подбирать. А не подбирать тех, которые чего изволите, только дай мне 15 тысяч в карман евро зарплаты. Вот если и по этому принципу, то да. Вот простой пример судебной системы. Подняли в три раза в свое время выше, чем в среднем. А что изменилось? А что изменилось? Ничего не изменилось. А просто внесли голосальный дисбаланс в общую систему оплаты труда в государстве. Ведь след за судьей надо поднять и грифиеры, это секретарши, стенографистки. А потом надо и охраннику, а надо и шоферу, и уборщице. И что ж получается? Через дорогу уборщица получает 2 тысячи, а ее коллега получает 5 тысяч. Ну, это же полный дисбаланс. Значит, и там надо поднимать, а инфляция, а товаров больше нет, а больше не производится. Опять-таки, вот вы понимаете, что значит невежество? Не понимают значения такой деликатной сферы, как политика в области оплаты труда. Это тоже серьезнейшая наука, которую надо изучать. Вот как вы говорите, поднимаем до определенного уровня зарплату, а после, если поднимаем, уже все, результативности нет. Только надо в каждой сфере, в каждой области иметь мозги, опыт и знания, и специалистов, которые определяют этот предельный уровень. Вот в течение опыта многолетнего, на основании советского опыта, пришли к 2009 и 2008 году, к этому балансу, очень серьезному. И машина государственная работала, работала нормально. Сейчас все это разрушено. Как они будут с диантологическим кодексом, с чисткой рядов себя в партии, а что они это сделают? Когда, где, какая чистка приносила результаты? Были две или три чистки в партии большевиков в 1918-1919 году. Ну и что? И все равно Сталин репрессии продолжал эти чистки. Не просто чистки, а уже уничтожал людей. То есть это может превратиться в патологию? Это превращается в патологию, в диктатуру. Это превращается просто в геноцид собственного народа. Если не знаешь, не умеешь найти этот алгоритм равновесия в обществе. А он зыждется на правильной, на взвешенной, сбалансированной политике в области оплаты труда. Это главное. И, конечно же, там политика оплаты труда, это и государственная система ценообразования, соответствующие способу производства, меры государственного воздействия на политику цен, что же в области тарифов и цен. Мы видим, что происходит. Это совершеннейший беспредел. Не тема этой беседы, не тема этой передачи. Когда-нибудь, может быть, еще приду. Но еще раз говорю, конечно, сказал бы и Плохотнюку, и всем этим, кто претендует на роль спасителей нации, слушайте, лучшее, что вы сейчас сделаете, объявите досрочные выборы. И не мучайте себя и этот народ. Ничего у вас не получится. Ни с вашей диентологией, ни с вашей этой одномандатной системой. Вот, Дмитрий Георгиевич Дьяков, вспомни наши разговоры 1994-1995 года, когда переходили от одномандатной к партийной системе. Вот почему тогда вот надо было перейти? И почему вдруг сегодня надо разрушить партийную систему формирования парламента? Как вы будете действовать дальше? Предположим, вы проголосуете и изберете 101 депутата. А что дальше? Как вы будете избирать председателей комиссии? В состав комиссии как вы будете подбирать людей? Кто будет это делать? Старейший депутат? Или кто? Или опять великий координатор наш? Видимо, предполагается и такое. Ну как же так? Или единственный вариант, который предполагается, именно это. И что же тогда будет с этой страной? И какая ответственность тогда у депутатов будет перед народом? То, что они сейчас рекламируют? Будет ответственность перед Плохотником. Все. Этого они хотят. Да, но надо понимать, что и ответственность самого Плохотника многократно возрастет. Его придется рано или поздно отвечать за вот это уродливое, за это искажение, за это профанирование принципов демократии. Да, я понимаю. Но вот раз уже затронули тему выборов. На ваш взгляд, все-таки, ну не так давно президент страны Игорь Николаевич Дадон заявил о том, что предложение демократов об переходе на одномандатную систему избрания депутатов парламента практически поставило точку в истории партийного строительства. Либо ставит точку, будем так говорить. Но и его предложение является компромиссом для того, чтобы сохранить и партийную систему, и систему вот этих одномандатных округов. То есть создать смешанную систему. Вот давайте посмотрим. Вот, например, одномандатная система была у нас с 90-го по 94-й год. Это был, как говорится, чистый белый лист. Детская такая вот абсолютная невинность. История рождения молдавской демократии. Да, что было? Значит, была конкуренция идей и концепции здоровой конкуренции. Было полное отсутствие продажности. Было добросовестное отношение депутатов к самобязанностям. Не было такого беспредела, когда 2-3 месяца они гуляют и зарплаты по 10-12 тысяч поднимают. За что? Что они там делают? Когда и где они были? Как так можно издеваться над то, что называется долг перед избирателем? Перед словом, которое ты дал избирателям? Как так можно относиться? Куча работы, огромное количество проблем, нерешенных во всех сферах. Нужно совершенствовать законодательство, принимать новые законы. Их нет на работе. Они там что-то изменяют, законы. Делят власть по-прежнему. Что было еще при этом? Но при этом, вы представляете, при том, что очень тяжело шло. Но люди хотели депутаты, 400 депутатов, 384 или 386, избранных в одномандатных округах. Но они хотели работать. Они чувствовали ответственность. Это было, да. Но сейчас какая у них ответственность будет? Какая будет ответственность, когда это сразу придет, сразу будут конверты? Материальная ответственность. Все, более ничего. И вот даже при том, осознавали необходимость единого центральной такой вот централизованной власти президенту Снегуру Миричу Ивановичу парламент осознанно и добровольно, без всяких скандалов передал, наделил повышенными полномочиями в области экономической реформы. Чтобы ускорить принятие таких даже небольших подзаконных актов, остро необходимых, которые вот сегодня, завтра должны решить проблему. Вот я просто вспоминаю, как нам удалось тогда остановить, когда закон о приватизации приняли, а программу приватизации, механизмы, как приватизировать еще. Просто было, значит, времени, разрыв во времени был. И за эти шесть месяцев, девять месяцев можно было растащить все. И мы тогда вот вместе с Югой, он был тогда генеральный директор департамента госконтроля, сформулировали проект указа президента, Мирич Иванович тогда был президентом, о незаконной приватизации. Дали квалификацию. Что такое незаконная приватизация? Какие виды действий к этому надо относить? Что запрещено, что не запрещено? Как относиться к потребительской кооперации, колхозно-кооперативной, собственности общественных организаций? Надо ли считать отчуждения? И так далее. Целый ряд проблем, которые возникали, жизнь диктовала. Сформулировали, приняли, и ситуация успокоилась. Ильич Иванович подписал и спасли очень много имущества для страны. То же самое сейчас. То, что говорит господин Канду так преднебрежительно и уничижительно. Господин Дадон не обладает никакими полномочиями, пусть он там что-то, там, представительские функции. А кто будет решать срочные вопросы? Мы живем, кто не понимает, может быть, последние предвоенные годы. Мир сейчас кипит, бурлит. Нужна централизованная ясная власть. Нужен хозяин стране, который бы мгновенно, моментально принял решение на этот случай. Кто это сделает? Вот, пожалуйста, случилось это каламетати, случилось это несчастье со снегом. Там же, мы видели, первым откликнулся на виду именно президента. Оказалось, некому объявить чрезвычайное положение, хотя необходимость была. Чрезвычайное положение предполагает мобилизацию ресурсов, открытие государственных резервов и так далее. И вдруг оказывается некому. Один уехал, другой не знает, другой не понимает. Возможно, боялись, что вскроется, что в государственном резерве-то ничего нет. Ну ладно, бог с ним вскроется, не вскроется. Но существуют моменты, при которых просто необходим в стране хозяин, на стройке один прораб должен быть. Пусть парламент там принимает законы, пусть имеет полномочия, какие он хочет. Но должны быть в исполнительной власти некие вещи, которые, ну, вот как в России, мне кажется, там очень гармонично идет сочетание. Или в Соединенных Штатах у президента и у парламента. Да, и во многих странах так же. И вот и в Германии идет нормальное разделение. Это не декоративные какие-то фигуры, которые реально управляют во Франции, например, да? Которые управляют реальной страной. Да, роль президента достаточно велика. Да, роль велика. Но и парламента тоже значительно. И президент очень много не может сделать без парламента во Франции, и в России, и в Соединенных Штатах. Надо же брать пример, что мы идем по пути какому-то изобретению какого-то своего особого провинциального молдавского способа государственного управления. Тут надо согласиться. Нравится нам, не нравится президент. За него голосовал. Народ. Это уже не Дадон. Это Игорь Дадон, там мальчик в коротких штанишках, как его считают некоторые. Это президент страны, который сегодня уважаем и который принимаем, и которому прислушиваются, и которого считают за представителя действительного представителя страны. Если мы желаем добра этой стране, нам надо работать вместе на укрепление вот этого имиджа, на разгребание вот этих непониманий, этих мелких амбиций и ущемленных самолюбий. Я не вижу других причин, по которым идет это третирование президентской власти в нашей стране. Причины понятны относительно, это конечно же и политическая конкуренция. И тот факт, что за Игоря Николаевича проголосовало подавляющее большинство граждан Молдовы, а у нас в истории молодой молдавской государственности сегодняшней не было еще такого прецедента, когда именно такое количество голосовало за конкретного политика, такое количество избирателей. Пусть они выйдут, хоть один из них и всех критиков и критиканов. Сколько за вас проголосует? Полтора-полпроцента. Вот выйдите со всеми вашими миллиардами и проагитируйте за себя. И продолжая мысль, хочу сказать, что любое предложение, высказанное в данном случае главой государства, как человеком, который продолжает волю тех избирателей, практически мандат доверия, которому он был доверен, он дает право, конечно же, и на то, чтобы эти полномочия наконец-то были пересмотрены и расширены. И те законопроекты, те инновации, которые он предлагает, должны рассматриваться в каком-то приоритетном, видимо, порядке и, может быть, даже, наверное, с наиболее вероятным быть принятым. Вот, например, даже вот этот компромиссный вариант со смешанной избирательной системой, вариант, который, в общем-то, спасает и политические структуры, и... Мы, кстати, не закончили сравнение, что вот была одномандатная система, но не было олигархии, не было влияния меркантильных вот этих вот интересов. А хотим мы или не хотим, в рыночном хозяйстве богатые люди есть, и которые лоббируют свои интересы. И с этим ничего не поделаешь. Для этого существуют партии. Партию всю не купишь. Понимаете, да? Сейчас же, когда совершенно изменилась экономическая ситуация, классовое строение нашего общества радикально изменилось, надо именно из этого исходить, из классового строения общества. Есть люмпины, есть беднейшие, есть постоянно сокращающиеся, но есть средний класс, есть крупные капиталисты, не капиталисты, владельцы крупных капиталов. И вот надо, исходя из этого, и думать, что все пусть предлагают каждый свою программу. Вот крупный капитал скажет, надо помогать сильным, они помогут слабым. Ладно, хорошо, вы так считаете, но давайте посмотрим, как. Эти говорят, нет, надо всем равные возможности. Возможности. Люмпины говорят, все отнять и поделить. Ну вот давайте пусть избиратели решат, что же будем делить. Как будем в действительности, кто будет представлять интересы, что думает народ вместо этих партий. А если так вот такая сборная солянка будет из ста округов, это хаос. Я просто не представляю. Ведь у страны должна быть одна программа, страна развития. Одна. У каждой партии своя. Народ на выборах говорит, какая партия, какая программа, какой партии им нравится. И эта программа реализуется. Ну вот победил этот альянс, да, вот евроинтеграция. Не послушал народ, что евроинтеграция это замануха, это обман, это ничего. Сейчас убедились. Все, понятно. Три года раздевал. Да, понятно. Дальше. Но ведь депутаты, которые будут баллотироваться в своих округах, они же придут и будут говорить, что? Я вам построю колодец, я вам построю дорогу, я вам отремонтирую детский сад. И придут и будут сидеть день и ночь в приемной Министерства финансов, будучи уже депутатами. На деньги, на колодец, на заборах. Да, конечно. А тут государственный бюджет, а тут общенациональные интересы, а тут есть общегосударственные расходы. И как все это? И придет он в село свой этот депутат? Не могу, понимаете, вот я пытался, вот я предлагал, вот я это. Вот и вся, вот наш депутат, да, мы выбираем наш депутат. Просто это наивная, просто обман, просто попытка разрушить партийную систему, ввести единоличное, полное подчинение всех структур власти, в том числе парламента. Другое дело, выдержит ли этот человечек этот... Груз ответственности. Это груз ответственности. У него же ни знаний, ни образования, ни опыта государственного управления, ни знаний аппаратной работы, а ее приобретают десятилетиями, и то... Ну, за его спиной колоссальный опыт выживания в этой среде, а будем надеяться? Нет, это не выживание. Это иное, я бы назвал, не хочу сейчас применять это понятие, это безворотливость. Ну, будем так говорить. Я вот не готов согласиться с вашим утверждением, что партии не купишь. В смысле, что произошло с Демпартией, был куплен ее, так сказать, ну, практически она была куплена, как мне кажется, а точнее куплен был ее нисходящий рейтинг. Ну, Демпартии же не было тогда, купили же только бренд. Демпартии же не было, 2% они взяли. Ну, немного нарастили. Да, ну, немного нарастили. Просто купили бренд, название. Могут сейчас вот любую другую партию, которая разваливается на глазах из-за усталости или непонятной позиции руководства. Но это не означает, я еще раз повторяю, ориентироваться надо на классическое строение, классовое строение общества. Люмпины, бедные, наемные, средний класс и крупный капитал. Вот это основные. Там либералы, здесь социал-демократы, социалисты, современные коммунисты. Здесь коммунисты образца, Люмпины образца 18-го года. Это вот и, ну, есть еще клирикальные, и есть националистические партии. Но это уже совершенно такие экстравагантные партии, которые у нас для нас не характерны. Ну, есть вот эти вот унионисты, но сколько у них, 2%? Ну, при всем уважении к политической системе Республики Молдова, я могу сказать, что, в принципе, ни одна из партий не ставилась перед собой цель сформировать вот эту классовую градацию в стране. Вот посмотрите, мне кажется... Они даже просто не понимают этого. Люмпинов у нас огромное количество, богатых тоже немало. Средний класс... А вот тот, кто формирует экономику... Средний класс перешел, переходит в бедных и нищих, а Люмпины – это деклассированные люди. Это люди, как сказать, шариковые. Знаете, вот такая... Ни ничего, ни образование. Ни идеология. А бедные могут быть и с очень образованными людьми. Другое дело, что их интересы совершенно специфические в результате объединения становятся. Они изменяются резко. Материальное состояние человека очень существенно влияет на его идеологию, на его мировоззрение. Ну и поэтому и забота такая. Вот выступал 6 марта, 6 ноября в организации объединенных наций в Обама. Президент. О чем он говорил? Он говорил это чисто о марксистских социалистических принципах. Сокращение разницы между богатыми и бедными, равноправие избирательное, 8-часовой рабочий день, обеспечение рабочих мест. То, о чем Марксу в середине 19 века... Спору 1 мая возглавить, так сказать, марш трудящихся. Я слушал и не верил своему жалобу. Ну, Маркс, как он предугадал, что новые общественные отношения победят наиболее развитой в стране. Потому что, ну, то, что было в административной системе, трудно назвать марксизмом, потому что, видите, а вот то, что сейчас идет в Китае и в Соединенных Штатах, да, это всеми бильными шагами к тому вот образцу, который прописан у классиков. Мне так кажется. Ну, вот выбор народа сегодня – это самая демократическая форма проявления... Ничего лучшего не придумал, и Черчилль бесконечно прав. Да. И в связи с этим я возвращаю нашу с вами беседу вот на, так сказать, городской асфальт наш, столичный. Да. Ну, планируется проведение референдума, когда волеизъявлением кишиневцев будет решена судьба столичного градоначальника. Ждем решения апелляционной палаты. Первой инстанции организаторы этого референдума потерпели некоторую фиаско. Сейчас апелляционная палата должна вынести. И, в принципе, организаторы уверены, что им позволят в кратчайшие, ну, в те сроки, которые... Если не позволят, это будет вызывающе. Ведь члены апелляционной палаты тоже горожане. Те же кишиневцы. Неужели они не понимают, что происходит? Что человек совершенно не предназначен для этой высочайшей должности, ответственнейшей должности мэр города. Нам нужен такой, как Шмидт был. 25 лет горожане его избирали. Электростанция, водопровод, трамвай, телеграф, дороги, муниципальное жилье. Этот человек все сделал. Из ничего. Вот такого нам надо. Занавес такой вот вопрос. Волеизъявления граждан сумеет сегодня радикально изменить ситуацию в Кишине? Да, конечно. Вне всякого сомнения. Другое дело, теперь будет зависеть от той кандидатуры, которая рискнет принять наследство. А наследство страшное, тяжелейшее. Это будет, наверное, просто неблагодарное дело для этого человека. Но, тем не менее, кто-то должен. Он просто должен пожертвовать. Если он будет так вот работать, как работал и Толя Цуркалов, я говорю, и другие, и Василий Урсов, которые без этого работали на совесть и пытались, и многое добились. То, да, действительно. Я, кстати, не знаю, почему вот эти двое человек, которых я сказал, так ушли в тень. Они еще не старые, они еще очень многое могут. Он, 70-летний, в Америке заправляют целой страной. А мы тут вдруг записываем старики еще совершенно полных сил, опыта и знания людей. И думаю, что надо обязательно. Киртокалов правильно бы сделал. Просто, ну как, вот малейшая совесть. Так вот, пуцин дизайс, у Рома-Ромас, сэждеи демиссия. Ну, потому что, ну, нельзя. Ну, нельзя, слушай, уйти оплеванным. Ты же после референдума уйдешь оплеванным. Зачем тебе это? Вся, всю команду арестовали, всю. И ты несешь ответственность. И ты обязан уйти, понимаешь? Обязан. Не просто как примар, а как человек элементарно совестливый. А если не уйдешь, значит, ты бессовестный человек. И не знаю, кто тебе будет руку подавать после этого. В его случае, может быть, он и рад был в рай, но грехи не пускают. И вот раз мы упомянули Маркса, под занавес скажу то, что мне когда-то очень импонировало, и сейчас, в принципе, импонирует, на вопрос в одном из диспутов, который, кстати, был стенографирован, возник вопрос, кто самый большой ретроград? Человек взрослый, ну, с опытом жизни, или, может быть, молодой человек, который, так сказать, дерзко врывается в эту жизнь. Кто из них наибольший ретроград? Вот по-вашему. Вот как ответил Маркс? Вы пытаетесь предугадать? Я к несчастью не помню этого. Я Маркса неплохо знаю. Он сказал следующее тогда. Самый большой ретроград именно молодой человек. Человек с возрастом знает не просто как было, он еще знает, как может быть еще. Как должно быть. Молодому человеку это пока не под силу. Он знает, как было из тех учебников истории, а как может быть еще знает только человек с возрастом. Ну, должно быть свое предназначение и у молодежи, и у опытных людей. Должна быть такая вот гармония. Более опытный передавать знания и навыки молодым, а молодые с уважением относиться и благодарить за школу. Это в нормальном обществе, не в нашем этом Яраловском и Плохотниковском. Виссариум, спасибо вам за эту беседу. Будем неоднократно вас приглашать на такие встречи. И думаю, что этот интерес разделяет и зрители телеканала Акчен ТВ. Если вас не будут критиковать за мои выступления. Пусть критикуют, значит смотрят. Это главное. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был экономический эксперт Виссарион Чешуев. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»